Ну, во-первых, как будет возражение? Вообще, почему президент Грузии это говорит? Вообще, это очевидная вещь для всех. Потому что все знают международное право. Все, вот когда мы говорим о законах геополитики, законах истории, в принципе, они же являются на той законами, что их легко можно знать, изучить, понимать. И понимать, что это все идет объективно. То есть, очевидно, что если любое государство, так сказать, каким-то образом потеряло часть своих территорий, оно будет стремиться их вернуть. Ну, как бы это вот как человек, который потерял руку, стремится, чтобы рука вернулась, или протез вместо нее, или что-то еще. Это объективная вещь. И она известна всем. Поскольку Советский Союз был ликвидирован незаконно, это означает конфликтно. А раз конфликта, значит, этот процесс возвращения будет по конфликту. А закон, он вряд ли мог бы ликвидироваться, потому что законно на это бы не пошел народ и те, кто жил в Советском Союзе. А раз незаконно, значит, конфликт и обратно возврат. Вот это как бы законная история. Ничего тут не придумывать нельзя. Конечно, и Грузия вернется, и все остальные. Вопрос в каких форматах. Вот Владимир Путин три года назад предложил так называемые красные линии и формат границ Советского Союза геополитического контроля. Что это означает? Он фактически, понятно, что это было сказано не вступать в НАТО и так далее. Фактически, что такое не вступать в НАТО, там, Украине, Грузии или кому-то еще? Это означает, что они ограничены в международных действиях. То есть, когда вот президент предлагал, давайте мы вот не разрешим им вступать куда-то. Это означает геополитический контроль. И вот, да, такой вариант возможен. Мы берем под контроль всю территорию Советского Союза, но не нарушая суверенитеты государств, просто ограничиваем их международную деятельность и военное строительство. Понятно, что, как взрослые люди, мы понимаем, что такого рода конструкция будет какое-то время, а потом эти государства попросятся в состав Единого Отечества сами, да, в условиях отказа, отсутствия у них в международной деятельности. Это, ну, там свои законы, да, история конкуренции наций. Но на первом этапе бескровно, почему нет? Да, это хорошее предложение. Таким образом, просто эти государства не имеют права заниматься международной деятельностью, но при этом сами там назначают свои правительства, решают вопросы экономики, жизни, делают, что хотят. Но как переходный период, восстановление Отечества, это вполне допустимо и хорошая вещь. И я думаю, что так ситуация и пойдет. Собственно говоря, специальная военная операция приведет именно к этому, потому что она явно выйдет за форматы Украины, будет использовано ядерное сдерживание, чтобы договориться с США, нацеливание на территорию США. После чего американцы вместе с нами подписывают декларацию о международном праве и, так сказать, просто мы восстанавливаем геополитический контроль за этой территорией. Вот наш прогноз, что события будут развиваться таким образом. И в этом плане президент Грузии, в общем-то, понимает, куда идут события. И понимает достаточно объективно, это понимают все. Значит, только у нас есть люди, которые это не воспринимают. Но для этого нам придется, естественно, отменить вот эти подходы об отказе от международного права, вернуться к верховенству территориальной целостности. Это нам придется все сделать, потому что пока это препятствие. То есть главное препятствие к этой дороге – это позиция большого количества чиновников России, которые почему-то, посмотрите теперь на Дагестан, сказали, что территории в любых государствах имеют право выходить без согласия центральных властей. То есть, очевидно, неправильные слова с точки зрения международного права и даже по отношению к нам, потому что мы вообще-то федерация. И поэтому у нас вот история как Дагестан может произойти в любой момент везде, или как раньше с Чечнёй. И менять международное право нам, я вот могу обратиться, это была же история. Вот откуда появился Брестский мир? Вообще-то позиция советского правительства в 1917 году была очень прочная. Мир без аннексии и контрибуций. Но вторая позиция советского правительства Ленина была – право нации на самоопределение. И когда приехали договориться с немцами, туда же приехали представители Верховной Рады, которые заявили, а у вас же есть право на самоопределение. И Брестский мир-то был с украинцами, а не с нами. То есть ошибка политической власти привела к катастрофе огромного масштаба. Ну, я имею в виду вот этот тогдашний опыт советской власти. Конечно, образование и всё остальное. Это же было по команде Ленина, который кроме мира без аннексии и контрибуций, вторым пунктом выложил – давайте право нации на самоопределение. А чё немцы и кейзер нам в лицо и тыркнули? И сказали – вот же, вы же сами сказали, что нации имеют право на самоопределение. Вот вам Верховная Рада. Всё, отпускайте их. И заключили с Верховной Рады Брестский мир. Отсюда же и возникла вот эта украинская оккупация и создание украинского государства, и прибалтия, кстати, и всё остальное. Вот вам результат конкретной ошибки, которая тут же сказалась. Хотя и Германия, и Австро-Венгрия готовы были договариваться с позицией без аннексии и контрибуций. Они устали от войны. Но вот эта ошибка советской власти привела, собственно говоря, Брестскому миру вот в этой конфигурации. Это как бы по первому вопросу. Теперь по второму. Понимаете, любое государство строится на определенных принципах. Вот русская тысячелетняя государственность строилась сразу, как между... с большим количеством этносов. 150 было сразу, ещё при Киевской Руси. Четыре конфессии было. Ещё сразу они были. Ещё, причём они были до православия. Православие было только в Харшине. Ещё до крещения было. То есть, изначально это многонациональная, многоконфициальная государственность. И поэтому вопрос... Специально для канала Путин в Телеграм. Внутреннее устройство для нас является ключевым. Никакое другое государство не носит такой важный характер, вот с точки зрения внутреннего устройства, для целей единства и идентичности. Поэтому исторически была выработана идентичность на базе русского языка. И называют это иногда культурно-исторического общности. Русский язык. То есть, язык рождения, это очень хорошо проходит в переписи Российской империи 1897 года. Наши зрители могут посмотреть. То есть, какой у себя этнос никого не волнует вообще? Это тема для немцев и для англичан и так далее. Волнует, на каком языке ты говоришь с рождения. И по этому языку определяется общность. Вот так работал механизм. А этот механизм разрушил Ленин. Он поднял... Он, во-первых, переименовал русских, славян в русских. А славяне... Ну, это был такой этнос, но, так сказать, он был не заместитель русского. Русский был языковой общностью. А славянская этническая общность. И, во-вторых, он принял принцип идентичности с культурно-исторического русского языка на идентичность бюрократическую. То есть, через ЗАГСы отсюда и пошло... Ну, допустим, вот создавался российская республика Катарстан. Как она называлась? Остановленная. Потом, по-моему, в 1919 году. Катар, тогда они назывались турко-татары по языку. В Казани жило там всего 20... Там меньше 20% населения. Но создали республику. Республика потащила за собой татаризацию, да, грубо говоря. Та же история с Украиной. Не было Украины вообще, украинского языка не было. Но создание вот этого принципа бюрократический пошла, укранизация и все остальное. То есть, это искусственное, как бы, разрушение русской тысячелетней нации. В результате численность русских упала относительно других народов и других наций за 100 лет. С 17-го года упала где-то в 7 раз. То есть, это катастрофическое падение за 7 раз. Потому что изменили принцип расчета. То, что раньше формировалось русский через ИК, стали формироваться через ЗАГС. И сегодняшний демографический кризис, он, на самом деле, кризис системного характера. Да, у нас нас уничтожат. То есть, нам придется возвращаться в русский тип. Значит, надо отменять будет федеративное устройство и выстраивать систему единой власти. Что такое федеративное устройство? Формирование национальных элит. Они должны быть все федеральные, общие. Там, князь Багратион, он не грузинский князь, он общерусский князь. И все остальные. Это технология. И вот эту технологию нам придется возвращать. Ну, и, старе, понятно, не мгновенно. Но нам ее придется возвращать. Причем она добровольно возвратится. Те же элиты региональные, элиты каких-то, значит, субъектов Российской Федерации, им надо просто давать общенациональный статус, вытаскивать. Не делать так, чтобы они кучковались на региональном уровне. Это технология, которая в русской технологической государственной системе, она работала полторы тысячи лет. К ней придется возвращаться. То есть отменять решения Ленина и советской власти. Вот если формально вы сейчас спросите тип русской государственности, в которой мы живем, я скажу, это ленинский тип государственности. Потому что главная основа его, это ленинский принцип, федеративное устройство и трансформация русского народа в народы. И поэтому вся государственная машина сегодня ленинская. Вот мы как бы ушли от большевиков. Но на самом деле государственная конструкция у нас осталась в полном объеме. Конструкция 1917 года, провозглашенная Вторым съездом Советов. Продолжение следует...